Судьи у нас грамотные и это правда. Потому что само мастерство и катание было прекрасным. Валерия Старыгина и Иван Волобуев на льду. Предпоследняя пара по списку. Еще кроме них выступит Горшков из Бутикова. Самарская область, Москва. Тренируются в группе у Иры Жук и у Саши Свинина. Это единственная у них осталась пара среди взрослых. Но у них очень сильное юниорское поколение. Очень сильное. Очень мальчик интересный. Но они вместе, конечно, я не хочу не хвалить девочку. Валерия Старыгина и Иван Волобуев на льду. Валерия Старыгина и Иван Волобуев на льду. Валерия Старыгина и Иван Волобуев на льду. Валерии Старыгина и Иван Волобов на льду. Валерия Старыгина и Иван Волобуев на ул. Валерия Старыгина и И Mackerel Волобов на льду. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну, такое эмоциональное выступление, но, как сказать, были какие-то огрехи, безусловно, и в дорожке. Ну, то, что было видимо, понимаете, вашему взгляду, не надо особо углубляться в наше правило, правило как правило. Ну, в обязательном танце, если поставил ногу, они сделали непараллельную дорожку, она потеряла равновесие, поставила ногу как раз там, где она не должна была ее ставить, вот, исполняя элементы на одной ноге. Но тоже очень большой путь они проделали, потому что катаются только с лета вместе. Работают, да, самое важное, что работает молодой дуэт тренеров, в которых были уже победы с Яной, связанные с Яной Кокровой, которые вырастили ее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сделали ее чемпионкой Европы, вырастили ее дом и выгрузил призером чемпионата мира. У них большая группа, в которой тренируются сейчас призеры юниорского чемпионата, который мы с вами смотрели из Японии, финала Гран-при. И много других, очень хороших партнеров. Эммеда работа не доставалась легко. Эммеда работа не доставалась легко. Они у меня работали очень долго в шоу. Ира моя ученица с 10 лет. Саша, Саша, прожил долгую и счастливую артистическую жизнь, когда я была просто руководителем театра «Все звезды». И люди не пожелали легких путей и вернулись в этот тяжелый, но очень любимый спорт. Все время говорят о каких-то легких путях. Я все время пытаюсь себе представить, а что за легкие пути могли быть у свинины и жук. Так? Ну, например, это не такие нервы и не такая дисциплина, когда их несколько раз звали просто делать, ставить там шоу, помогать. А деньги те же. Ты сделал свою работу? То есть не в спорте, а больше в шоу работать? Конечно. Конечно, потому что они прошли очень большой путь. И они могли бы себя попробовать там. Я говорю, братья, про тренерскую жизнь. Во-первых, начнем с того, что она начинается только в 6-7 часов утра. Каждый, кто живет на Беградском проспекте, мог видеть раньше в 6 часов утра Жукача и Коузка, который подтягивался к своим... и меня, который подтягивался к своим стадионам. 43 балла, 32 сотые. Они на шестом месте. Уступая Телегина и Молотову, но обгоняя на 8 баллов Кабанову и Бабина.